александр северов представляет всем здравствуйте это снова я сегодня у нас на обзоре игровая клавиатура от афотек это у нас направление x7 старая добрая значит для начала у меня раньше уже была такая клавиатура но эта клавиатура g800 в у меня было либо джи у либо в то есть такая же клавиатура но с usb разъемом вот здесь на торце я потом покажу на клавиатуре и разъемами под микрофон и наушники еще она была водонепроницаемая насколько я помню это нет но это надо проверить но по моему это нигде не заявлено вот значит также насколько я помню здесь в комплекте должна быть ну маленький ты как такой инструмент чтобы менять кнопки там в комплекте были сменные кнопки вот та клавиатура прям хорошая вот так же сегодня покажу сравнительный тест с клавиатурой dnsk 3 по удобству прочему ну что давайте начнем распаковочку вот единственно давайте сейчас я коробочку покажу все потому что просили показывать коробки так ну торцы у нас здесь пустые такой вот у нас зад давайте приступим к распаковочке ну коробка идентичная так значит скрыли мы коробочку что у нас внутри значит здесь у нас провод и провод так кстати на той клавиатуре помимо usb разъема там был еще и ну соответственно три с половиной джек под наушники микрофон и там еще был ps2 разъем кто не в курсе это такой 16 пиновый насколько я помню разъемчик для подключения периферии небольшой тут у меня косячок конкретно в моей клавиатуре попался сейчас покажу давайте все это дело достанем о так похоже я понял чем эта версия отличалась отличается от той здесь у нас до уже 800 м у наверное это называется называлась клавиатура который у меня тогда было возможно вот но смысл в том что здесь нету не сменных кнопочек обычных не прорезиненных не не инструмента под них ни других кнопочек нету видимо это уже теперь современная упрощенная версия вложили вот такую штуку что типа за по заботе об экологии они не используют сиди диски я думаю это забота не об экологии об экономии также могу отметить что так клавиатура была существенно тяжелее чем то что я сейчас держу в руке ну то что провод был толще это тоже как бы естественно посмотрим что у нас тут уберем коробку здесь больше ничего у нас и нету значит вот у нас сама клавиатура ну здесь все кнопки те же так а вот у нас кстати по кнопочкам первое то что клавиатура вот я просто сейчас сравниваю она стала меньшим размере так клавиатура была чуть побольше то есть здесь ну прям чувствуется кнопочки поменьше ну собственно как я и говорил usb разъема здесь нету здесь нету разъемов под наушники также клавиатура стала тоньше ну да это такая как я понял удешевленная версия смотрите-ка у нас есть такая тема здесь есть видимо не сказать что прям супер влагозащита вот такая небольшая защита от дурака тут имеется смотрите видите такие круглые отверстия я попытаюсь вам показать вот есть болтики а вот есть круглые отверстия по всей клавиатуре так вот эти отверстия они сквозные то есть выходы это блин вот так вот попробую показать выходы есть с этой стороны клавиатуры под самими клавишами то есть случае если вы что-то прольете у вас это все вытечет сквозь клавиатуру то есть ну пока что это единственное что я могу сказать о ее влагостойкости не ну прям 10 могу так сказать что да то есть как бы все-таки это крути не крути а это удешевленная версия той клавиатуры которая была раньше современности становится все хуже и хуже ну ладно значит первое мне попался вариант клавиатуры с косячком на логотипе x7 есть замятость я думаю видно но это ладно и есть еще ой вот тут вот увидите клей который вылез но убежать и сдавать из-за этого я ее не буду давайте для начала проверим будет будет ли она работать из коробки потому что я помню когда я тогда подключал к туру ту она из коробки не работала и это пока тоже но она начинает искать драйвера сейчас проверим да нашла дровчики заработала и да работает сейчас проверим ну во первых да да по моему потом так ну да все работает так все работает так мне еще интересно так эти дополнительные тоже работают то есть короче смотрите то что использует стандартный базовый функционал мультиклавиш это работает макросы работают только в том случае если вы поставите оскара поставите оскара и тогда вы сможете там все это дело забиндить и уже отстроить и соответственно настроить режим переключения мод то есть вот это переключение режимов макросов то есть можно для типа там разных игр заменить разное сочетание клавиш то есть типа там были не даже не знаю в counter-strike source это одни бинды и того это другие бинды также вспомнил вот этот маленький коротенький пробел за счет вот этих вот двух макросов ну за все таки да 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 более такая скажем компактная не крути не крути удешевленная ну смотрите в чем смысл отключу почему я говорю еще удешевленную то что вот эти кнопки вот типа прорезиненные они действительно прорезиненные но есть один маленький аспект вот эта резинка которая раньше это лишь слой обычной кнопки то есть во первых если вы присмотритесь то резиновые кнопки они выше чем обычные далее если вы начинаете смотреть на просвет и их продавливать вы чувствуете как вы упираетесь в пластик плюс здесь видно нижнюю часть самой клавиши то есть на стрелочках это хорошо видно вот на той на той клавиатуре клавиша была целиком резиновая но она была такая из можно сказать грубо резина из толстой и она не продавливалась ничего она просто толстая прорезиненная этого к вопросу о том что возможно вот этот слой напыленный он может протереться то есть ну вот так вот также здесь видимо эти клавиши идут универсальные на все раскладки то есть на русскую не на русскую раскладку здесь нет российских букв ну точнее не российских русских извиняюсь в той клавиатуре они были то есть ну вот такая вот вещь соответственно если это было водонепроницаемая то в это уже походу не водонепроницаемая единственное видимо что они сделали это вот эти вот можно это назвать сверлением сквозь клавиатуру или отверстиями также еще меня немножко вообще не порадовали вот эти вот такие узенькие ножки для ну который подставка прям какие-то не очень единственное что порадовало это в отличие от многих современных клавиатур здесь резиновые ножки то есть со всех сторон вот эти ножки они резиновые за счет этого клавиатура не скользит и они не стачиваются ну или точнее как они блин не знаю мне кажется они не стачиваются потому что вот у меня есть другая клавиатура dns и там подсточились пластиковые ножки вот ну собственно теперь давайте сравним вот клавиатура x7 да и вот клавиатуру которую я сейчас использую значит красные кнопки вот эти они не прорезиненные это просто окрас такой да здесь вот тут вот куча биндов но по факту ими всеми неудобно пользоваться здесь куча биндов вообще на самом деле вот эта клавиатура это копия tte sports кто не в курсе здесь вот заглушки есть это под вентиляторы то есть это с двух сторон такие заглушки под вентиляторы чтобы типа все это дело но обдувала вам пальцы также кто не увидел клавиатура с подсветкой с много режимной подсветкой вот тоже мульти клавиши есть за три года использования вот эти клавиши стерлись практически в ноль здесь подстирались остальные клавиши стерся пробел здесь ну до подсветки он стерся как но подстерлась вот эта клавиша я вот стрелочками вообще не пользуюсь почему они подстерлись вообще непонятно вот зацарапался весь глянец который здесь был вот это где логотип к 3 вот это это не кнопки вот это вот все зацарапанное вот это тоже зацарапанное здесь два юсб разъем по торцам по факту они как бы есть но их как бы нет то есть устройство с высоким потреблением они сюда не подключаются подключается только устройство с низким потреблением и то есть фишка подключаешь сюда в разъем телефон он только заряжается данные он не передает геймпад можно подключить он работает жесткий диск нельзя подключить флешку маленького объема можно подключить большого объема подключить тоже можно но она не работает или же работает но выдает постоянно предупреждение о том что типа работает с с медленной скоростью почему так не знаю то есть но это с обоими так разъемами по эргономике вот это вот вот этот момент что вы здесь вот так ну чтобы вы поняли вот так вам наверное будет лучше вид здесь вот так вот выпячивает в оригинале на tte sports тоже выпячивает но могу так сказать это неудобно то что она выпячивает потому что если вы играете на краю стола очень сильно она режет руку то есть потому что здесь здесь стык находится она режет далее место где лежит рука заполировывается очень сильно и рука засадка начинается скальзывать здесь вот вот это вот место здесь собственно здесь вот такие вот штуки по прыжке есть то есть то сравнение такое небольшое клавиатура вот по этим винтам которые вы видите здесь она неразборная на не раз не разбирается но подсветка кстати все работает хотя я видел что кто-то писал про эту клавиатуру что типа подсветка отмирает еще что-то ну меня таких проблем не было то есть вот такая вот клавиатурка ну здесь еще кстати нет переключения режимов то есть здесь здесь нет так таковой кнопки мод но есть клавиши под каждый режим отдельно вот но есть одна небольшая проблем к ну кто программист тот в теме что счет начинается с нуля то есть 0 1 2 3 4 так вот здесь здесь на клавиатуре счет с единицы а в программе счет с нуля то есть если вы ставите 0 то это не первый режим это режим mr если вы ставите 1 режим то это первый режим если вы ставите 2 режим то это второй режим если 3 то 3 а если mr то это тогда последовательность нажатии каких-то режимов то есть короче какая-то вообще странная хрень вот единственная пробовал другую версию программы там та же самая хрень с цифрами но там еще более печальная тема там нулевой режим это первый режим первый режим это второй режим третий режим это третий режим ой господи нулевой режим это первый режим первый режим это второй режим а второй режим это третий режим то есть ну вот короче тут проблема с нумерацией режимов иногда можно запутаться чё подсчеты настраиваешь ну это такая затупки такие небольшие на пару секунд но все же может доставлять некое неудобство вот принципе больше никакой такой большой разницы нет единственное здесь например на x7 мышки здесь кнопки windows они выделены удобнее их находить тактильно вот ну и в принципе все единственное у меня начала проскакивать по звуку вот это крутилочка вот тоже после трех лет использования ну а так принципе нормально посмотрим как будет жить клавиатура это вот так принципе все кстати кто не в курсе вот эта кнопка это кнопка ну вот это где кнопка windows типа зачеркнутая эта кнопка блокировка блокировки кнопок windows я не знаю как на это клавиатуре нет но ну как на этой клавиатуре но в той клавиатуре в программе можно было настроить эту кнопку блокировки так что можно блокировать определенную кнопку windows собственно в определенном режиме здесь возможно будут тупо отключаться все не знаю вот ну что ж всем пока подписывайтесь на канал и до скорой встречи